Ну какие 10 миллионов? Я даже с места не встану. Потому что я до 21 года поменял где-то 14 работ. Была такая тема, что ты с собой провозишь чемоданы. Я влетаю, у меня там мужчины, женщины. Приличные люди, типа Ольги Бузовой. Ты увидел Уилла? Бро, я там очень многих чуваков видел. Хабиб Нурмагомедов сейчас здесь, у нас. А, ну ты реализовал мою мечту, на самом деле? Нет, кстати, мастерская душа в Америке умерла. А где больше всего зарабатывать? Они такие, про детскую проституцию. Мне кажется, я был первым, кто начал вот эту тему. Юрец. Здорово, дорогой. Рад тебя видеть. Это взаимно. Банально, но лет 6 мы не виделись. У меня есть что рассказать, я на самом деле как-то меня позвал. Кстати, давай сначала прям с момента ты меня представишь. Давай. И я немножечко тоже хочу о тебе рассказать, потому что, мне кажется, на предыдущих подкастах, мне кажется, я тот человек, который тебя знает с очень давних пор. Это мои ощущения. Кстати, да. Канал молодой, можно больше информации закинуть в этом выпуске. Смотри. Я помню, как я это помню, что мы с тобой, наверное, несметное количество мероприятий отработали вместе, где мы с тобой были в одном амплуа, как аниматоры, как... Ты, наверное, уже был ведущим в тот момент? Нет, что, мы начинали, я чуть, может, чуть-чуть раньше начал, я чуть постарше, я чуть пораньше начал. У нас же была прям целая команда, мы же без пром, помнишь, раскачивали, тимбирдинги крутейшие делали. Я не помню, где конкретно, в каком проекте произошло знакомство, но я помню, что ты постоянно, везде, на всех ивентах тоже с нами тусил. Да, да. Слушай, очень-очень на тот момент я помню, что я чувствовал какую-то такую общность в плане мышления, в плане того, что, блин, у нас такие горящие глаза, у нас амбиции, у нас, нам просто интересно все, что происходит вокруг, и мы пытались, мы, я, допустим, учился в университете, мы пытались схватить каждую возможность, где можно поработать максимальный, да, кэш максимальный, типа, влиться в какое-то окружение, где можно что-то новое почерпнуть. Вот скажи, воспоминания, я помню, что ты такой был прям движ-движ, на тебя, можно было смотреть, у тебя была космическая энергия, ты что-то все время делал, делал, делал. Ну, это было. Слушай, я немного расскажу, потому что я до 21 года поменял где-то 14 работ. Моя первая работа была в 16-15 лет, я работал на стройке, собирал дома по канадской технологии, потому что у меня батя был строитель, и я думал, что я пойду по его стопам. Я работал там продавцом, консультантом, занимался тендерами, официант, бармер, такси, в такси, в ночных клубах работал, если перечислять, кто там, администратор съемочной группы, аниматор, организатор. А мы с тобой встретились, когда тебя уже было? Ну, я где-то, я думаю, что мы с тобой лет 14, наверное, назад познакомились, мне 14-13 лет, я думаю, что нам лет, мне где-то в районе 20 было, а ты был, по-моему, помоложе. Да? Ну, я думаю, 21 максимум, ну, типа, мне 21. То есть, мне было 17-18, я думаю, да, ты как раз учи, только-только-только-только. Я помню ивенты первые, которые меня привели, и я охренел, я такой думаю, ничего себе, можно заработать 3,5 тысячи рублей, классно проводя время, общаясь с людьми, просто разжигая их максимально. Я, на мой первый проект был, там, аудитория 35+, я был аниматором, мне даже никто не объяснил, что нужно делать, мне такие, просто сделай так, чтобы всем было весело. Я такой, окей. Это как раз был, по-моему, там, первый курс или второй курс универа. Я влетаю, у меня там мужчины, женщины, я такой молодой, сопливый, маленький парень, и в какой-то момент они у меня простоят в колонну подвое, поют пионерские песни, потому что пионерская вечеринка была. Я такой, вау, тебя накормили, тебе дали денег, ты классно провел время, и с этого момента это было офигенно, классное хобби. А за полтора года мой номер разошелся в многие агентства, у нас была уже команда аниматоров, мы с тобой очень часто тоже работали. И я на этом зарабатывал, то есть я понимаю, что я уже в студенческие годы, в принципе, у меня было, особенно летом, это прям был хороший заработок, в декабре тоже был хороший заработок, а для студента это вообще классно. Слушай, я даже помню ключевые локации, это Серебряный Бор. Да. Как ее, Малиновка, по-моему, Морозовка. Морозовка, да. Закрытый комплекс Газпромовский. Где мы бегали, там, в банане. Там, в костюм-олене, помнишь, у нас был спортики, который мы делали. Причем несколько лет подряд оленем работал, почетная должность. Ну, там, все тебя знали, все кайфовали, тебя все на руках носили. Это крутейший опыт. Ну, допустим, я помню, что я на тебя смотрел все время, как на человека, который, знаешь, такой человек-загадка, который прокачан, знаешь, постоянно что-то ищет новое. Потому что очень многие люди, знаешь, я когда ехал сюда, думал, у тебя же обалдеть, какой большой бэкграунд, так же, как у меня. А я могу сказать, что ты, что я, мы уже, наверное, стали такими финансово-независимыми людьми, которыми реализуют свои мечты. Ты выучил язык, по-моему, за чуть-чуть больше, чем полгода. Слушай, я уехал лет пять, пять с половиной назад, я его очень плохо знал. Но попав в среду, где у меня просто не было выхода, то есть мне тупо нужно было объяснить, что я хочу на английском языке. И это очень способствует изучению языка быстро. Но это не только это. Я помню, ты постил в Инстаграме таблицу сна. Я тогда впервые от тебя узнал, что есть такая таблица сна. Я потом начал изучать вообще эту историю, что, по-моему, Екатерин вторая ложилась там в районе 9 часов вечера, вставала в 4-4.30 утра. И они успевали переделать огромное количество дел. И я помню, что ты очень дисциплинированный, и ты полгода вставал тоже в районе 4.35 утра, ты занимался языком, слушал песни, выписывал, переводил их там с английского на русский и обратно. И, по-моему, даже смотрел фильмы, сериалы и какие-то книги читал. Слушай, я даже сам это забыл. Да, у меня был такой период как раз до того, как я уехал в Москве еще. И это очень было продуктивное время, потому что я не только английский язык учил, я параллельно учил французский и испанский. Французский, я до сих пор отголоски какие-то помню. Но факт в том, что когда ты действительно придерживаешься этого правила, в 4 утра как бы все еще спят, такая чистая энергия. Вот эта атмосфера не запятнана мыслями обычных людей, которые просыпаются позже, и у тебя какая-то такая чувство осознанности. Вот у меня к тебе вопрос, что двигало тобой на протяжении всего этого времени? Помимо того, что ты же, по-моему, с раннего детства, ты гимнаст, если кто не знает, Макс у нас занимался гимнастикой, он еще математик, гимнаст, работал аниматором. Ты, по-моему, еще занимался бизнесом, связанным с какой-то косметикой или чаем, что-то такое, по-моему, у тебя было. Я, по-моему, помню это. Типа OmniLife, это была мексиканская сетевая компания, да, мы там продавали БАДы, витамины, какого-то суперсверхъестественной формулы, которая растворимая, я уже не помню. Я помню, что ты постоянно гонялся этими пакетиками, ты даже давал мне попробовать, это было, кстати, параллельно, я это помню. И потом, как раз у тебя какой-то период, ты выпал из информационного поля, по моим каким-то ощущениям, а потом ты в него вернулся, и у тебя какая-то нереальная мотивация, ты очень много изучал язык, и, то есть, я как понимаю, ты уже нацелился для того, чтобы переехать в Штаты, в Л.А. Окей, у нас немногие, кто решится на это, тем более у тебя в Москве, я как понимаю, там прикормленное место было, ты неплохо зарабатывал, довольно-таки хорошо, плюс у тебя здесь родственники. Как ты вообще принял такой шаг для того, чтобы ехать? Слушай, на тот момент я где-то раз 12 уже летал в Нью-Йорк, в Америку, я где-то подрабатывал, знаешь, была такая тема, что ты с собой провозишь чемоданы, ну, и ты, типа, получаешь дополнительно, типа, деньги за то, что ты чужие вещи возишь, это было легально, это была возможность, типа, хорошо подзаработать. Челнок. Да, что-то типа такого, но и при этом я максимально, я считаю, эффективно использовал время в поездке, я посмотрел, что и как, и мне настолько понравилось, у меня, знаешь, на тот момент, как я помню, у меня было такое ощущение в жизни, что у меня как бы все есть, у меня есть была Ауди, А5, я жил в, там, хорошей квартире, там, рядом приличные люди, типа, Ольги Бузовой, ну, селебы какие-то, вот, как я помню, прям, мне все нравилось, но у меня было дикое ощущение, что я что-то в жизни недополучаю, и это, знаешь, что это было ощущение, что вот есть Гарвард, есть Оксфорд, есть какая-то такая тусовка, какая-то на мега-другом для меня неопознанном, да, я типа думаю, блин, а как это, я вот это пропустил, и мне такая сразу, знаешь, грусть, и потом, когда появилась возможность, я заехал к своему другу в Филадельфию, мы съездили в Гарвард, мы на машине посмотрели кое-какие места, которые я планировал, и у меня постепенно, как-то так сложилось, возникло желание поучиться, выучить язык, посмотреть, какие там я могу бизнесы развивать, как я могу, типа, мастерскую души, канал развивать. Это моя любимая. Нет, кстати, вот мастерская души в Америке умерла, потому что пять лет я ей вообще не занимался. А, но все равно у тебя там больше 60 тысяч сейчас. Слушай, ну, это было типа на том, что мы когда-то сделали в Москве, ну, на своих таких началах, но вот приехав сюда, у меня опять вот это состояние души, я начал говорить о душе и чувствовать душу именно здесь, потому что это неотъемлемая часть русского человека. Ты понимаешь, насколько ты круто назвал канал «Мастерская души»? Я сегодня перед сном такой лежу, думаю, вот я вот открою свой канал, вот как он будет называться? Я такой, «Мастерская души», ну, это, блин, слишком круто. А знаешь, как пришла идея? Ты даже не хочешь? Я тебе даже, ты как-то инсайты, вот воспоминания сейчас у меня вызываешь. Когда мы сидели на кухне, у меня был друг Рустам Камалов. Привет тебе, Рустам. Он помогал мне, у меня была такая идея, я хотел бабушке отправить видео по почте, потому что у нее было... Из Америки? Нет, из Москвы, а она была в области, и типа, далеко было ехать. Это был Лисаковск, ну, типа, два дня поездом. И я, типа, думаю, я ей на почте отправлю видео, это был 2000, наверное. Ты не спросил видео на диск или на кассете? Нет, загружу видео, отправлю ей по почте вот этот линк, ссылку. На тот момент, 2016 год, никто не делал стихи, в Ютубе вообще не было стихов. Я тебе клянусь, я был... В смысле? Мне кажется, я был первым, кто начал вот эту тему. Как она началась? Она началась так, что я говорю Рустаму, слушай, давай, ну, типа, правильно сделаем максимальными способами, чтобы бабушке было просто посмотреть. Потому что я в этом не особо шарю, помоги. Он такой, Макс, а может, просто тупо создадим канал, загрузим туда это видео, и пусть не только твоя бабушка, но и все посмотрят. Потому что я не профессионал, да, там, я вот как чувствовал, так и вот, ну, хотел то, что мне нравилось, просто тупо делиться. И он такой говорит, сделаем? Я такой, давай, как канал назовем? У меня первая мысль – мастерская души. Это произошло за секунду просто. Ну, вот этот приходит в нужное время, в нужное место. Это, кстати, хотел затронуть тему вот по поводу любви, что все от любви. Не знаю, как у тебя, у меня сейчас такая современная боль, я думаю, большинства из нас. Она звучит примерно так, что у нас очень много инфоцыганства вокруг. Все говорят про успешный успех, и все забывают о том, что, на самом деле, да, ты можешь заработать огромное количество денег. Я думаю, у меня много таких примеров внутри нашей семьи и знакомых. Я думаю, у тебя тоже такие есть, где есть очень обеспеченные, богатые люди, но которые проводят время, не знаю, там, в клубах, в барах, в ресторанах, употребляя алкоголь. И не только, как мы говорим себе, наркотики – это зло. И у человека как будто теряется внутренняя искра. Они не пропагандируют наркотики. Да, ни в коем случае. И у человека теряется как будто бы искра, хотя он очень обеспеченный, но как будто, знаешь, вот такой вкус жизни, он куда-то уходит. И вот вопрос, как найти вот этот внутренний баланс? Как я уже ранее сказал, у тебя есть определенный, ты уж такой, довольно-таки обеспеченный человек, у меня тоже с финансовым планом все в порядке. Но я понял, что самое главное в жизни, сколько бы денег ты ни заработал, если ты это делаешь без души и без любви, мне кажется, это вот ты теряешь часть души в этой истории. Вот сейчас я тебе очень классно, ты затронул классную тему, я тебе сейчас попробую на два твоих вопроса ответить. По поводу того, от чего я сейчас создал направление на мастерской души разговоры по душам, то, о чем мы сейчас говорим. Это то, что мне реально не хватает на ютубе того, чтобы я сам смотрел. То есть у меня есть какие-то ролевые модели, где-то по всему миру разбросаны каналы очень таких интересных чуваков, которые прямо... Ну, я сейчас включу здесь, но ты, по-моему, все время смотришь, очень часто вижу тебя в инстаграме именно зарубежные каналы на англоговорящем языке. Слушай, я могу и на русском смотреть, и на других языках, которые я не знаю, но могу с субтитрами, там с переводом сейчас есть функция такая. Просто мне важно и нужно чувствовать, что вау, это реально мое истинное желание, это не навязано мне обществом. Вот, типа, есть ЧБД, я понимаю, что это, типа, блин, смешно, круто, но не заходит, не мое. Я не сужу, как бы. Я, типа, вот такой человек, что, ну, зачем я буду смотреть, если у меня внутри такая, типа, что, апатия какая-то. Наверное, это просто не мое. Что бы я сейчас не нашел на ютубе, там, типа, вот, как ты говоришь, успешный успех, там, ну, типа... Вот просто представь, у нас Россия географически широко, длинная, ну, то есть настолько большая, что... Вот, представляешь, есть Тверь, есть Камчатка, есть Владивосток, где сидит Вася. Казань, Новосибирск. Все вот города, которые можно перечислять долго, сидят обычные пацаны, которые, вот, как мы, допустим, хотят, работая аниматором, получая 3500 рублей, смотрят на, не будем называть имен, на лидеров мнений на ютубе и говорят, вот я сейчас 10 миллионов, справа 0, слева плюс, x50, вложи доллар, миллион, вытащи. Они говорят, ну, вот откуда это? Вот у меня есть 3,5 тысячи, что мне с 10 тысячами рублей сделать? Дайте какие-то, ну, степ-бай-степ, вот какие-то близкие вещи, чтобы вот этот импульс пошел. Потому что я смотрю на 10 миллионов долларов, ну, какие 10 миллионов? Я даже с места не встану, потому что это далеко. Там есть и зарплата в регионах по 25-35, вот я был буквально недавно в Уфе, очень классная тема, у нас там было мероприятие, сидят девочки-хостел, хостел, 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 девочки-хостел. Напишем как фрайл, не полись. И я вижу, что у них есть запрос, ну, то есть они сидят и говорят, а сколько вы здесь зарабатываете? Ну, средняя зарплата там 25-30 тысяч рублей, я такой. Месяц. Месяц. Это в городе, как бы, ну, такой 600, по-моему, ИФА, я боюсь ошибиться, там, если что, тоже Макс сделает ссылочку, там, чуть больше полмиллиона, по-моему. И я такой, вау. Я такой, а где больше всего зарабатывают? Они такие, в магазине КБ, красно-белые. Я такой, сколько? Алкоголь? Да, 55-60 тысяч рублей. И ты такой думаешь, боже, да, эту же страну реально спаивают, по факту. А что делать человеку? Здесь очень такая большая, на самом деле, тема. У нас есть зашоренность определенная у большинства, да, есть социум, в котором мы находимся. И, безусловно, кто-то хочет вырваться, а на кого-то социум очень сильно влияет, и вот у человека нету насмотренности. И чтобы эту насмотренность получить, нужно либо самому где-то черпать знания, либо попасть как-то зацепиться за людей, которые тебя там тоже начнут немножечко там вытягивать. Но сейчас что делают? Если ты хочешь вытянуться откуда-то из любого города, тебе говорят, давай, 350 тысяч менторства, и все, и погнали. Откуда у человека эти деньги? Человек залазит в кредиты. Вообще не факт, что это вообще его идея, его мысль и то, что его предназначение назовем это так. Он угробит свое здоровье, там, не знаю, может потерять семью, деньги, но это же деньги не так страшно, семью, деньги. Вообще, в целом, когда вот что-то у тебя не получается, мне кажется, ты начинаешь изнутри разваливаться, а тебя постоянно еще прессуют. Давай, давай, ты сможешь, ты сделаешь, а это может вообще не его путь. Он может быть офигенным плотником, и заниматься то, что в действительности ему нравится, в кайф, может быть там первые два-три года. Но если, еще раз повторюсь, если у человека вот этот есть внутренний пожар и огонь, быть полезным в первую очередь и заниматься любимым делом, я считаю, именно тогда может быть очтить какой-то определенный успех. А когда ты работаешь ради денег, ну ты просто какая-то машина. Ну ты смотри, тут есть, да, этапы жизни каждого, да, кто проходит. Вот отвечая на второй твой вопрос, я сейчас обдумывая его, скажу тебе так, смотри, вот ты говоришь любовь и душу вкладывать в дело, которое ты делаешь. Я в Нью-Порте сидел с коллегой своим по бизнесу, со своим другом, его зовут Андрей, и на тот момент, он очень состоятельный человек, был, есть, и, допустим, он сказал мне такую вещь. Макс, вот смотри, я сейчас сижу с тобой, да, у меня в кармане ноль. Такая ситуация была сложная, что вот у меня ноль в кармане, а там месяц назад у меня было x много, ну большая сумма денег. Что случилось? Ну, типа, грубо говоря, просто время, и все может случиться вот в такой ситуации, в которой мы сейчас живем. И он говорит, состояние, которое я приобрел, не определяется, сколько у меня денег в кармане или на счету. Состояние – это опыт, это насмотренность, это выбор души и уверенность, которую я в себе несу. То есть вот, отвечая на твой вопрос в итоге, наверное, уехав поучиться, посмотреть мир, вот смотри, инвестиция в себя, инвестиция – это денежный ресурс. Но инвестиция еще может быть время и выбор души, то, что мир-то большой. Очень. И ты хочешь ответить на себе, для себя, на какие-то базовые вопросы, а реально так ли круто, как мне в голове это рисуется или нет? А ты пока не попробуешь, не узнаешь. Ты можешь это вот, к примеру… Сто процентов. Вот ты мне сейчас рассказываешь, рассказывал, да, там в LA вот так, вот так, вот так, вот так. Вот я сижу такой, блин, здорово. А я понимаю, что вот у меня есть определенные якоря, они настолько большие, что, ну вот у меня там у отца инсуль был, и я бы, наверное, не смог бы уехать. Хотя, на самом деле, это отговорки в большей степени внутри, лично я так считаю для себя. Но ты реализовал мою мечту, на самом деле. Ты знаешь, такое мое… Вот есть отрицательное альтер-эго, а есть вот положительное. Вот в моем понимании, по крайней мере, есть положительное альтер-эго. Вот ты мое положительное альтер-эго. Ты реализуешь творческие моменты, хотя ты математик, на минуточку, да, то есть ты читаешь стихи. Образование. Образование, математика, ну, тем не менее, ты еще гимнаст, профессионально занимаешься спортом. Сейчас здесь появится фотка Максова тела, где он на серфе за тоской идет. И в том же числе ты занимаешься творчеством и бизнесом, ну, то есть максимально разносторонняя личность. А есть люди, которые идут вот по одному какому-то пути. Они могут быть очень крутыми узкими специалистами, но, как ты правильно сказал, мир настолько огромен, настолько интересен. Есть огромное количество кластеров людей, к примеру, я не знаю, есть мафия, да, то есть это отдельный кластер людей по определенным понятиям. Есть верующие люди, есть предприниматели, есть наемные сотрудники, есть творцы, которые там танцуют, поют стихи, картины. Это все разные кластеры. Но нас всех объединяет то, что мы люди. И ты можешь быть заинтересован, ну, вообще развиваться только в одном кластере в каком-то, неважно каком, а можешь посмотреть разные, ну, кроме бандитов. Почему? Мне кажется, это до сих пор... Выбор каждого в Италии – это легализованно в основном. В смысле, легальные бандиты? Мы сейчас общаемся с ребятами, которые наши уехали туда и развивают ресторанный бизнес, и они прям говорят, что это в очень широком масштабе распространено. В Италии? Прям мафия, мафия, вот это итальянское, оно прям есть. До сих пор европейская страна. Смотри, давай... У нас тоже также есть смотрящие районы, мне кажется, до сих пор просто они все сидят в очень больших кожаных креслах, а кто в припогонах. Ну, возможно, 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 мы это вырежем, посмотрим. Да. Короче, смотри, суть в чем? Пожалуйста. Суть в чем? Да нет, на самом деле максимально просто, мы же разговариваем по душам, все взрослые люди, все все понимают. Я, знаешь, я для себя решил в какой-то момент, что вот находясь в другой стране, находясь там, где максимальная зона некомфорта, ты реально впитываешь... Растешь. Да, как будто у тебя все, все твои движения, каждый день напитан какими-то сложностями, которые тебя максимально расширяют, но оглядываясь назад, вот ты понимаешь, что такое реальная сила. Я вот сейчас ехал на подкаст и вспоминал, вчера, допустим, шел чемпионат мира в Катаре по шахматам, и ты не поверишь, там играл Магнус Карлсон, который из Норвегии, он вообще топ. Очень много гроссмейстеров из Америки, очень много гроссмейстеров из Индии, ну типа был сильнейший состав, чемпионат мира в Катаре, по полтора часа длинные шахматы. И что бы ты, кто бы ты подумал играл в суперфинале? Ну не знаю, мне кажется, индус. Два парня из Узбекистана, одному 21 год, второму 19, они разорвали, ну просто наголову прошлись по всем топам, 19 и 21 год. И у меня смотри какая мысль, Хабиб Нурмагомедов сейчас здесь у нас в Дагестане, при том, что в Америке или в странах, где больше и более развитая экономика, есть все условия для спортивного питания, для жимов, для зал спортивный, для того, чтобы этот спорт развивать. Когда ты голоден, здесь очень важный момент. Так это сила внутренняя. Смотри, здесь, я думаю, на два этапа делится. Вот это внутренняя сила. Во-первых, наверное, голодный в хорошем смысле ум, который хочет что-то узнать и увидеть, когда ты начинаешь поглощать информацию, ты начинаешь более-менее как-то отсеивать, что плохо, а что хорошо для твоего мозга. Потому что, как сказала одна женщина, не помню ее фамилию, она сказала, все, что ты впитываешь, мозг, это не мусорная корзина, из которой можно что-то выбросить, все, что в него попадает, остается там. Да-да-да, Татьяна, не, не помню, кстати. Черниговская, врач. Да, думаю, сейчас тоже ссылочка встала, может быть. Не суть. Суть в другом, что если ты голоден, если ты понимаешь, что в том социуме, в том месте, в котором ты находишься, тебя что-то не устраивает, ты начнешь что-то менять. И если у тебя еще такой гибкий, заинтересованный ум, который хочет изучить этот мир, ты начнешь куда-то постепенно идти, 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 и ты в любом случае выйдешь. Если говорить про этот город, помнишь, когда мы в первый раз с тобой встретились по приезду, я такой, Макс, вообще сравни, каково в Америке и в Москве. Ты такой говоришь, слушай, Москва – это мега офигенный, классный, удобный город для абсолютно всех людей, для супербогатых и для людей, у которых там не так много. Хаб, мегаполис, хаб, который сочетает в себе удобную инфраструктуру. Люди, которые не пользовались метро в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, они не поймут, насколько крутое метро в Москве. Вот, об этом-то и речь. То есть здесь может уживаться, опять же, огромное количество кластеров разных людей, и финансовые, и так далее. Но суть в том, что этот город, он расхолаживает, да, то есть город больших огней. То есть если ты нашел такое свое место под солнышком, ты вышел у кого-то свое, у всех разный потолок. Кому-то скажет, он скажет, мне там 350 месяц, прям достаточно будет, мне больше не надо. И ему будет суперклассно, потому что это может быть творческий человек, и ему будет хватать на все. Потому что у него аппетиты совершенно другие. А кому кто-то будет зарабатывать миллион, и он такой, ну вот мне миллион достаточно. И в какой-то момент, мне кажется, в этом городе, когда ты сидишь на одном месте, ты начинаешь застаиваться. И вот как раз выход из зоны комфорта позволяет тебе, потому что ты такой, мне хорошо, мне не хочу, у тебя тело, мозг начинает тебя обманывать и говорить, расслабься, у тебя все есть, ты вроде всего стаканилась. А когда ты уезжаешь в другой город, что-то меняешь в своей жизни, ты просто по-другому не можешь. Тебе нужно что-то делать, находить новый язык общения. Ты же, когда уехал в Штаты, я помню, что ты как раз работал, как это называется, ты мне говорил, трак, что-то такое. Слушай, я очень много профессий поменял, потому что... Ты сидел на Red Bull, я помню, ты рассказывал, что ты прям сидел на Red Bull. Это тоже была ситуация, когда я работаю и в такси, на Uber и развозил доставку, то есть еду, как бы... И ты зарабатывал уже там, я так это просто знаю, я буду читать твою некую историю, ты там уже зарабатывал в районе 5,5-7 тысяч долларов в месяц, там хорошие чаевые у тебя были у нас в Москве, извини меня, сейчас, если по нынешнему курсу, это 600-700, извини, в месяц. А там ты сам говорил, что для комфортной жизни более-менее тебе вот 4 надо, и ты будешь, ну, как бы ни в чем себе... Это очень сильно меняется, это было несколько лет назад, сейчас, наверное, намного больше, потому что там за квартиру люди платят, от 2,5, начиная за самую там старую какую-то, можно сказать, халупу. Ну и цены, конечно, другие. Вопрос не в том, вопрос в том, что тебе приходится работать на таких сложных направлениях, которые, вот, допустим, в обычной жизни, будучи в Москве, я бы не выбрал. Почему? Потому что, ну, там как бы средний класс, там экономика сильно направлена на то, чтобы ты это делал, сами американцы в основном этим не занимаются, потому что, ну, это то же самое, как иммигранты, да, тут. Ну, типа, вообще очень похожая система. Но сама цель такова, что, мне кажется, я просто очень легко отношусь к миру, в том плане, что у меня нет богатых родителей, и мне никто не говорил, типа, вот тебе деньги, езжай, смотри мир. Это, типа, такая идея фикс у меня в голове возникла, когда? Когда я понял, что деньги я заработаю, у меня руки-ноги есть, голова целая, мозг работает, а время летит с космической скоростью. И вот, воображая Гарвард, Стэнфорд, я понимал, есть возможность молодым с вот этим восприимчивым к новой информации мозгом, правильно я говорю, способен ли я расшириться. И когда я осознал, что вот максимально я выучил язык, я поработал, ну, на очень многих типах работ, и, типа, понял изнутри экономику, как она работает, что, какие можно вещи... Ты еще и попал в очень правильный комьюнити. Я вообще мега благодарен богу за то, что вокруг меня было очень, ну, верное и крутое окружение, от которого я учился и впитывал очень многое. То есть, вот смотри, вот мы затронули с тобой тему, когда в первый раз встретились, что окружение очень важно. Я считаю, вот, возвращаясь к вопросу о том, что мне нравится смотреть на ютубе, ну, реально, очень много людей, которые рассказывают про какие-то большие финансовые успехи, какие-то невероятные вершины. А вот если смотреть на Россию и очень много маленьких городов, которые мы перечисляем, возможно, которые нуждаются в том, чтобы просто смотреть на ютубе какие-то такие обычные разговоры, как люди относятся к финансовой грамотности. Обычные люди, не суперпрофессионалы, не супермиллионеры, да, как люди пытаются строить свою реальность, как люди пытаются путешествовать, как они смотрят на духовные вещи. И если вот, кстати, идея, если сформировать такую фокус-группу, вот как мы с тобой когда-то работали, вот, то есть мы работали аниматорами, там есть у нас друзья-ведущие, которые что-то в жизни видели, как-то вот уже набрали опыт. Коммуникация. Собрать этот фокус-группу и запустить новое направление на ютубе. Допустим, по-брэйнштормить. Вот это интересная идея, это интересно. Вот помнишь, я говорил, что мы гоняли в Уфу? Вот сидели люди, и когда я узнал, каким образом агентство вообще нашло вот этих девочек и там мальчиков-хелперов, они сидят и начали, ну, у всех есть, так человек устроен, да, мы все жалуемся на, если у нас есть какие-то там затыки, назовем так. И они говорят, здесь работы нет. Я такой, подождите, в смысле нет? А как вас нашли? Таким, ну, там что-то много звонков, кто-то кому-то как-то посоветовал. Такой, смотрите, из Москвы агентство привезло людей, компанию и сделало проект. А сейчас само агентство сказало о том, что у них были сложности с поиском персонала. Я такой, что вам мешает? Это вообще ноль затрат, от слова совсем ноль затрат. Обзвонить ваших студентов, девчонок, парней, которые готовы, которые активны, которые классны. Вы можете создать группу ВКонтакте, вы можете создать одностраничный сайт, вообще бесплатный. Сейчас, спасибо, есть огромное количество ресурсов. Максимум это будет стоить 3,5 тысячи рублей. Это суперподъемная сумма, можно там вдвоем скинуться. Как идея, да? Да, как идея. И то есть создать свое небольшое агентство по персоналу. То есть аниматоры, хелперы, девочки-хостес, которые будут встречать на мероприятиях. И это супер просто. То есть, во-первых, они могут забирать фикс какой-то оттуда. Да, допустим, сколько стоит? Ну, они говорят там 4 тысячи рублей. 3 тысячи рублей они платят человеку за то, что он там вышел на проект. Тысячу рублей не забирают себе. Чтобы вот так зарабатывали наши друзья. Так мы с тобой зарабатывали так 15 лет назад. Я помню, мне не доплачивали тоже. Я, кстати, меньше всех брал. Кто-то брал там по полторы, я знаю, кто-то уже ничего. Я в основном там 500 либо 1000. Я старался, чтобы люди зарабатывали. Представь, если 10 аниматоров, это с каждого по полторы. По косарю? Ну, или по косарю даже, это 10 тысяч. Да, десятка. Вау. Да, да. Но вот когда был прайс пятера, то есть у меня была, знаешь, такая позиция. Если платят 5000, то я 1000 заберу. Если, допустим, там платят 3,5 либо 4, то я забираю либо 500, либо 800 рублей. Ну, то есть, у меня как бы понимало, что все должны зарабатывать. Прикольно. И это командная все-таки история. Вот. И это, пожалуйста, вот готовый бизнес. А причем, то есть, суть в том, что в маленьких городах не так круто развить сервис, как у нас в нашем мегаполисе, там, в той же самой Москве, либо в Петербурге. И можно выезжать, вот опять же, почему я говорю по поводу любви. Когда ты любишь, чем ты занимаешься, когда у тебя глаза горят, когда ты еще и молодой, да не обязательно быть молодым. Но когда ты получаешь от этого удовольствие, ты на этом и заработать можешь, улучшить сервис предоставляемых услуг. И когда ты уже улучшаешь сервис, тебе становится интереснее, к тебе 100% вернется клиент. Но бич нашего времени, я считаю, что огромное количество алкогольных магазинов, а людям в регионах, как правило, чаще, там, понятное дело, они уезжают в большие города, да, там, те, кто амбициозные. Меграция идет. Да, огромная. И хочется, чтобы те, кто остаются, чтобы у людей все-таки была какая-то некая насмотренность. И я еще одну тему очень важную затрону. У нас как-то возник, наверное, очень жестко сейчас, конечно, будет, но у нас возник спор на одном корпоративе с участниками этого корпоратива, IT-компания, про детскую проституцию. Уж извините, что мы затрагиваем, да. Из неблагополучных семей огромное оказывается, там, они статистику показывают, там, огромное количество. Подожди, это, окей, давай уточним, что ты имеешь в виду, детская проституция, это какой возраст? Это прям до 14 лет. Вот, вот, прям вот настолько. И я краем уха подслушал разговор, там было две позиции, то есть это был диалог такой формат, они пытались найти какую-то соль, ну, как бы, кто прав. И когда я услышал, я говорю, слушайте, я почему-то зашел, говорю, это выбор человека. Мне такие, нет. Ну, то есть, чтобы, знаешь, как бы было хорошее и плохое, чтобы получился какой-то классный диалог. Это выбор человека, мне говорят, нет, они не могут выбирать. И я, получается, с одной стороны могу быть прав, потому что есть амбициозные люди, которые как-то рискуют, но это ребенок, он не может рисковать, у него еще нет насмотренности, и уезжают, но у человека все равно остается травма. И также социум, в котором он растет, нет информационного поля для того, чтобы как-то помогать этим детям в том числе. Вот смотри, это к вопросу о том, что вот у меня, во-первых, у меня мурашки, это так не должно быть, мое личное мнение. А во-вторых, вот эти люди, да, у которых нет возможности, да, уехать, возраст не позволяет, ресурсов нету. Вот мне кажется, важно транслировать, вот, смотри, твой опыт, я, мой опыт, где я что-то в мире увидел, посмотрел, у нас очень есть наше окружение, такие же ребята, там, ведущие, аниматоры в прошлом, КВНчики, да, они могут тоже на какие-то базовые темы, делясь опытом ведения бизнеса в Москве, насмотренностью, тоже кто-то все время путешествует, да, приезжать в маленькие города и проводить брейншторм. Ресурс-то есть, смотри, человеческий ресурс колоссальный. У нас есть, я обожаю, которую мы можем делиться с людьми, которые находятся в регионах, это гениально, я считаю, это реально круто. И не брать за это деньги, ну, то есть, не брать за это деньги, ну, то есть, не знаешь, вот, как делать там, не знаю, любой какой-нибудь инфо-цыган, да, там, платите мне один миллион рублей, я приезжаю к вам, мне бы хотелось, в моем понимании, опять же, я скажу, что у меня есть там, как я уже повторялся, там, финансовая какая-то стабильность, у тебя есть финансовая стабильность, мы каждый занимаемся своим делом, и очень круто бы помочь людям, вот, знаешь, объединяться, сейчас очень часто говорят про объединение, но, как я уже говорил, люди устали от обмана, потому что со всех пытаются что-то поиметь, было бы здорово, если, ну, допустим, у тебя вот настолько бы поднялся прям канал, что, к примеру, мы реально приезжаем к игре. И вообще нам нужна обратная связь по этому поводу. Я очень за, я очень за за то, чтобы коллаборироваться, я хочу, допустим, не просто face-to-face вдвоем, да, подкасты делать, если у нас 1 плюс 1 это 11 по энергии, я вот чувствую, мы сейчас на одном направлении разгоняем хорошо, если взять еще 3-4 человека. И просто, знаешь, даже если мы не дадим какой-то реальный совет финансовый, самое важное – получить импульс. Импульс. Знаешь, почему я уехал в Америку? В какой-то момент я смотрел видео Уилл Смита, и у меня… А вы не за счастьем, который фильм у него? Нет, там, слушай, там просто было, я учил английский язык, и мне нужно было выучить и кому-то рассказать 11-минутный ролик, я ссылку оставлю, когда найду его, просто его мотивация за жизнь, там он говорит одна из любимых книг Паула Каэли «Алхимик», и типа там такая фраза, что, чувак, нет ничего вообще невозможного, только в твоей голове все лимиты. И он говорит, и только ты можешь все это взять, посмотреть, увидеть. И я такой думаю, вау, я хочу просто там где-то рядом с ним пообщаться. В итоге я его увидел в Л.А. Ты увидел Уилла? Бро, я там очень многих чуваков видел. Но ты общался с ним? У тебя получилось с ним законодательство? Ну нет, конечно, мы просто вместе в одном ресторане сидели, это там вообще нормальное дело, когда просто люди... Это не то, что у нас приезжают, там с мигалками разгоняют людей, чтобы вот зайти куда-нибудь. Ну там даже стыдно, люди особо не подходят и не фоткаются, потому что понимают, что это личная пространство, кроме, наверное, сейчас, когда очень много мигрантов приехало, и, возможно, уже это не соблюдается. Но в плане того, что, знаешь, это был настолько сильный импульс, что мне аж вот без сомнений раз пришла в голову идея сделать. Я хочу, чтобы вот на мне это сработало, на тебе это сработало. Можно просто это дальше в массы толкать, потому что я уверен, что вот 13, 14, 15 лет парни, когда увидят какую-то зацепку, за что можно даже в своем городе начать что-то делать. Можно было бы. Классная идея начать, может быть, действительно, наподобие нищей БД, но ЧБД – это такой немножечко юмористический формат, а именно действительно найти, может быть, кстати, напишите, из какого вы города, мне, кстати, это первая отличная идея, напишите, из какого вы города, может быть, чем-то вы занимаетесь, либо какие-то есть сложности в создании бизнеса, либо какой бы бизнес бы вы смотрели, а когда мы уже будем собираться все вместе, когда у нас там уже будет 4-5 человек… Просто со своей позиции жизненной. Да, мы попытаемся разогнать и дать вам бесплатную вообще абсолютную идею, для того, чтобы вы смогли эту историю поставить на ноги и как-то сбуститься. Если даже надо, где-то можем своими ресурсами информационными, поделиться, а может быть, слушай, а можно будет, может быть, выбрать вообще три классные темы, которые будут написаны, и эти темы поднять, возможно, даже… И в этот город откуда съездить. Тогда смотри, тогда подытоживаем, это напишите, из какого вы города, какой бы вы хотели обсудить бизнес-проблему, если… Обязательно, мне кажется, еще надо указать на… А, ну, там, не надо, количество вообще жителей этого города. Да, ну, типа, какую-то минимальную информацию, чтобы мы проанализировали, но у меня, у меня прям загорелось. Слушай, это мега круто. И, знаешь, сейчас мне, по ощущениям, мы с тобой как меценат, мне это не филантропы, подожди, филантропы. Смотри, а любой человек в жизни, я вот понимаю, что, когда ты чувствуешь, что для чего ты набираешь вообще опыт жизненный, то есть смотри… Что делиться. Давай, можно я здесь ставлю? Очень классная была идея. Если представить, что человек – это клетка вообще, то есть вот это огромное количество клеток, это живой гигантский организм, то у клетки – это не моя история, у клетки есть два пути. Первый путь – это делиться, то есть создавать семью и как бы продолжать на уровне ДНК свое деление этой клетки. Либо второй путь, если у тебя там нет семьи, и ты там не можешь делиться, скажем так, разделиться, создать еще одну такую же клетку, ты начинаешь делиться накопленной информацией и опытом с другими клетками. То есть у тебя со мной есть только два пути. Ты можешь хер вот он денег зарабатывает, но быть несчастным, потому что ты не транслируешь и не даешь людям что-то полезное. А когда ты это даешь, это и есть ценность. Интересно, интересно. Просто вот возвращаясь к тому, что, допустим, дедушка, какой-нибудь, вот мой дедушка накопил большой жизненный опыт, и все, что он действительно из состояния изобилия, процветания, в положительном русле хочет передать своему сыну, своему внуку, это цикл ошибок, неудач, которые он должен такой, вау, это же мой внук, он должен быть лучше меня, и от души искренне посылает импульс. Вот не совершай эти ошибки, сделай. И это, по сути, ну всегда так и было, да, наши предки в традициях, так и от деда к сыну, к внуку, да, вот эти все. В баснях, в притчах. А теперь из-за того, что есть большая такая информационная площадка, где можно транслировать, вот, допустим, я реально благодарю Богу, благодарю Бога за то, что у меня была возможность поехать туда, туда, туда. Если мне повезло, я никак это не хочу этим кичиться, ну ничего такого. Я знаю Макса, я здесь ставлю, это вообще самый скромный человек, один из самых скромных людей, которых я знаю, но достигших очень высоких результатов, за что ему один или три. Нет, смотри, просто, бро, я реально хочу сказать, что если у меня была такая возможность, почему я сейчас не могу ее передать? Даже просто рассказы о том, что я в жизни понял, какие видел, ну, там, допустим, Аляска, Гавайи, это типа супер далеко лететь. Я как-то путешествовал на самолете, гонял на байдарках рядом с ледником, я такой, я смотрел, а такой, о май гад, это очень круто. Ну, то есть, я уверен, я прям убежден, что большинство, чуть ли не там, не 90, мне кажется, процентов людей, особенно молодежи, те, кто следили бы за твоим инстаграмом еще в то время, когда ты там был, я убежден, что они хотели бы попробовать прожить или хотя бы пройти параллельный какой-то похожий путь твоей жизни, 100%. Ну, ты знаешь, я вот... Кто-то уже уезжает в другие сейчас страны из-за миграции, но штаты, мне кажется, это вообще совершенно другой менталитет, восприятие мира и так далее. Просто, мне кажется, 5 лет опыта – это вот то, что можно сжать там в часовой какой-то рассказ, потому что ошибок там из этих 5 лет, наверное, 4,5 года, и типа их можно не совершать и не повторять. И я вот заплатил цену, а это время, которое я, возможно, провел бы, я не жалею, я и сейчас бы все так же сделал. Просто следующему поколению им не нужно ошибаться, они могут, типа, сделать выводы. Кто-то вообще может просто оттуда какую-то бизнес-модель взять, кто-то может... Вот смотри, Камчатка, Алтай, можно вообще выстроить инфраструктуру такую же. Есть очень классно на Камчатке, сейчас делают очень крутые серф-кэмпы. У меня подруга сейчас организовывает туры на Камчатку, вот прям буквально она вывезла первую, у нее там родственники жили. Я смотрел, какие там красоты, я могу сказать с уверенностью на миллион процентов, что Аляска вообще не хуже, а может быть даже Камчатка в разы будет лучше. Но здесь очень важный момент. Вот надо сделать... Да, давай забьемся. В течение полтора года до 2025-го, вот 23-й кончится, 24-й, вот как мы сейчас запланировали вот эту нетворкинг, брейншторм, типа разгон идей нашей какой-то группой, выехать на Камчатку. Я просто, давай, на Камчатку, можно в следующем году даже. Брейншторм? Брейншторм, ну классно название, мне кажется, просто прям такая старая. Брейн это мозг, шторм это мозговой штурм. Я знаю, здесь очень глупо такая, брейншторм у нас в России. Нет, просто факт в том, что типа вот смотри, у меня реально есть мечта, я вот, к сожалению, своему очень мало путешествовал по... Россия. По таким глубинам российским. Ты был в Байкале? Нет. У меня есть три точки, в которых я не был, я объехал практически всю Россию благодаря своей работе. Но я не бывал на Байкале, я не бывал на Камчатке. Это две точки, которые я... Ты еще не был во Владивостоке? Во Владике, ну вот, Камчатка, Владик, грубо говоря, Байкал и... Подожди, подожди, Алтай. Четыре места, в которых я очень хочу побывать. Это прям надо, это прям... Вот, смотри, это уникальная возможность совместить приятное с полезным. Я типа максимально хочу посмотреть Россию, хочу поделиться опытом, который, ну, типа есть. Знаешь, что сейчас, извините, я прямо сейчас только что сейчас понял. Мне кажется, люди, которые живут на Алтае, вот если мы приедем туда с брейнштормом, не всем это, может быть, будет нужно, потому что там все-таки другой менталитет у людей. Они живут, знаешь, такое на чистом воздухе, природа, горы, реки. Там уже можно особо даже не зарабатывать, мне кажется. Так, а я считаю, что вот, я считаю, в итоге, в итоге вот мне уже хочется куда-то подальше от Москвы. Уже все уехать? Не, ну реально, типа вот у меня дом есть в Решетниково, это Московская область, и типа там вокруг лес. Это просто тупо чистый воздух, это зимой лыжи, это, ну, постоянно с собакой можно бегать, гулять по полю широкому, и типа это здоровье. А в Москве, я приезжаю в Москву, и я уже забываю, как это, как это просто дышать. Поэтому вот, ну, я типа супер завидую белым таким светом людям из таких вот регионов, Алтай, Камчатка, это просто... Они могут даже не до конца осознавать, хотя они любят, мне кажется, то место, в котором они живут. Вот у меня отец живет 15 лет на Сельгере, и если я очень сильно перезагружаю, ну, прям я перегораю уже в Москве, я понимаю, что там после сезона ты уже никакой. Мне прям нужно на 3-4 дня уехать в тишину, и я прям просто уезжаю. А сколько ехать? 450 километров, там за 4,5 часа можно, грубо говоря, доехать. И я просто сажусь в воздух, оставлю, открываю такой вербатский стульчик, и ты просто сидишь, слушаешь пение птиц, хойный лес, тебя отдувает воздух, и тебе хорошо, там полная тишина, там все вечером уже просто, когда солнышко заходит. Вот знаешь, тоже, да, вот все, особенно молодые, вот в такой какой-то погоне за капиталистическим видением, то, что вот в основе всего якобы лежит капитал. И вот сколько бы я людей не видел, со сколькими бы не общался, я в итоге понимаю, что люди совершают очень много ошибок, и на своем жизненном опыте приходят к тому, и ошибках, что вот деньги – это супер важная, классная лупа, энергия. Но априори самые важные вещи – это вот, ну, это те, которые мы сейчас вот имеем, но почему-то не ценим. Это как фраза, да, у тебя могут быть деньги, но ты не можешь купить за них сон, да, у тебя может быть вкусная еда, но ты не можешь купить на нее аппетит, на эти деньги. Это не мои тоже фразы, мне кажется, такие важные ценности, которые хотелось бы внести. Но ты вот очень часто говоришь по поводу пути, да, который там проходит человек, чтобы он не совершал ошибки. В моем понимании у каждого есть свой путь, мне кажется, очень маленькое количество людей умеют учиться на ошибках других. Очень многие мы как животные существа, нам нужно испытать эмоцию определенную, пройти через определенный опыт, и только тогда мы можем сказать для себя, это хорошо или это плохо. Так как мы все-таки все индивидуальные, абсолютно по-разному можно смотреть одну и ту же вещь, как я и говорил, разные кластеры и так далее. Очень сложно сделать так, чтобы человек не ошибался. Как раз я за то, чтобы человек, наверное, бы ошибался с минимальными какими-то потерями, да, вот как раз твой опыт, который есть. Все равно человек должен это пройти, должен испытать, должен пройти через какой-то определенный страх, либо идти в свой страх, как правило, как часто это говорят, выходить из зоны комфорта. А рядом могли бы быть люди, которые могли бы немножечко его поддержать, либо дать какие-то напутственные истории, немножечко подправить. Но сам путь человек должен пройти сам. У Карлса Кастаньеда то же самое написано в книге, когда он, по-моему, там улитка переходила дорогу, проползала через дорогу, ее взяли, передвинули, он такой говорит, зачем ты это сделал? То есть ты сделал так, что посчитал, что у этой улитки не хватит сил переползти через эту дорогу. Понимаешь мысль? А на самом деле у нее достаточно сил. То есть она могла бы это сделать и сама. Просто, там, не знаю, можно подуть ей как-то в путь, чтобы она это побыстрее сделала. А может быть, ей туда не надо. И очень часто сейчас, вот опять же, про успешный успех, люди тебя куда-то ведут. Вот есть выражение «воздушный замок», да, какой-то такой определенный замок успеха. Вот ты достиг какого-то успеха, я достиг, это мой индивидуальный путь, который будет не похож ни на один другой. И я нам пишу книгу про свой успешный успех, и кто-то пойдет по этим стопам, уже об этом тоже было много рассказано, хочется доносить до людей это еще и еще. Это не факт, что приведет тебя к такому успеху, который ты хочешь, и не факт, что ты будешь счастлив. Потому что у тебя свой индивидуальный путь, свои потери, своя боль, которая, жизнь не может состоять все время из белых каких-то вещей. Ты должен все равно ошибаться. У меня был период, когда я достиг просто какого-то полного дна, и я вообще думал, что у меня ничего не получится. Я был очень подавленным на протяжении двух с половиной лет. Это такой период, мне кажется, такой переломный. У каждого человека он по-своему проходит. Возможно, он у тебя был тоже там в Америке где-то местами. Еще в голове же очень много что происходит. И мне мама все время говорила, стыдно не упасть на колени, стыдно с них не подняться. И только благодаря этой фразе, которую мне мама в детстве сдалбила, я благодаря этому встал и все-таки потихонечку, через силу, через силу начал менять свой мир, свое окружение, свое мышление. Слушай, очень круто. Вот по поводу еще улитки хочется добавить. Если ретранслировать это на человека, важно своими онлайн-курсами, какими-то советами не переставить этого улитку-человека со своего пути и с его предначертанной судьбы. Потому что важно, реально важно со своим мышлением получать опыт, который тебе предначертан. Потому что можно же и сильно повлиять, как в детстве влияют родители на ребенка. Это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя. Реформируя его структуру. Также и тут, если ты большой какой-то блогер или у тебя есть социальный какой-то статус и, возможно, к тебе прислушиваются. Очень аккуратно надо быть. Где эта ответственность, чтобы не прогнуть. Просто дать импульс в моем видении, это означает просто сказать, смотри, есть опция. Есть опция послушать мой опыт, есть опция... Почитать книгу. Да, есть опция начать развивать какие-то дополнительные вещи и, если они тебе не важны, просто их отбросить. Ну, просто максимально попробовать. Круто, если люди сами понимают и сами до этого доходят. Но я считаю, что есть же в процентном соотношении огромное, да, огромный, как ты говоришь, кластер людей, который вот для его восприятия реальности нуждается в каких-то импульсах, в каких-то небольших... Поддержки, я бы даже более сказал. Ты знаешь, есть тоже такое выражение, скажи человеку тысячу раз, что он свинья на тысячу первого, он захрюкает. И здесь, наверное, мне кажется, что... И наоборот. Ну да, вот как раз и про это, что, в принципе, любым, почти каждому человеку нужна поддержка и вера в него. Вот мне кажется, что у тебя получится, да, ты ошибся, это крутой урок, почти все правильно. Вот если ты здесь вот здесь вот, может быть, чуть-чуть поменяешь, либо перенастроишь свое мышление, то ты получишь большего. Вот как-то так, то есть это должно быть, знаешь, так очень аккуратно и обтекаемо. А не когда тебя прям берут за руку, либо постоянно... Хотя кому-то, наверное, в кайф, когда его там пинают, ты там заплатил за менторство, и тебе там постоянно поджопники выдают, и ты как бы берешь и делаешь. Как я говорю, ты всегда хороший котик. Это тоже модель поведения, потому что мы даже с тобой это обсуждали. Вот тот же любой бизнес-коуч, абсолютно любой, даже можно не приводить примеры, что из русскоязычного пространства, что из других стран, все написано в книгах. Ну вот мы настолько богатую историю имеем, что все сначала было пересказано из уст в уста, из сказки древней в современный лад. И сейчас это все есть в любой литературе, которая переводится и перечитывается. И человек, который просто тупо не желает эту книгу сам через свою призму воспринимать, платит деньги, чтобы ему разжевали эту же самую информацию за деньги. Я прям хочу рассказать о топ-3 вообще. Две книги и один рассказ. Причем вот я думаю, что все эти книги ты знаешь. Первая книга, которую я прям многим советую, это... Понятное дело, что уже, знаешь, есть еще одна книга такая, «Кради как художник». Она называется. «Кради как художник». Суть книги очень простая. Суть в том, что практически 98% людей не перепроверяют информацию. Это очень важно. И то есть ты можешь что-то взять, пропустить это через себя и уже через свое творчество ты можешь любую бизнес-модель так переделать. Ты можешь переделать любую картину, ты можешь переделать любую музыку, все, что в принципе сейчас там наша русская эстрада делает. Это касается абсолютно всего угодно. То есть, к примеру, есть велосипед, ну ты вот берешь, ты такой говоришь, а я могу сделать вот таким, и ты даешь туда новую какую-то идею. Он там стал супер легче, едет быстрее, больше скоростей, неважно. Круче тормозит. В любой жизненной истории люди не перепроверяют информацию. То есть сейчас такая технология веб 3.0, я думаю, ты тоже знаешь. И сейчас источник информации – это конкретно какая-то определенная личность становится. Но я бы очень хотел, чтобы современный человек обладал критическим мышлением и своим видением. Но для того, чтобы это получить, приходится ковыряться в огромной мусорной яме интернета, и оттуда постоянно находить какие-то алмазики. Поэтому я прям советую прочитать 4 книги. Это вот как раз, наверное, «Кради как художник». Я не помню, на самом деле, кто автор, возможно, она сейчас здесь появится. «Игорь Ман. Как стать номер один в том, что ты делаешь, если вы уже чем-то занимаетесь». Это прям классный внутренний аудит тебя и твоих действий. Третья книга, которую я прям очень рекомендую – это «Эрик Берн. Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди». Это просто классика психологии. Я считаю, должна быть настольная книга. Это прям первое, что должно быть, прочитать. Но для начала, для того, чтобы вот этот импульс вам дать, я прям рекомендую почитать «Отчайка Джонатана». Да, это прям лучший короткий рассказ. Обоими руками за. Да, это лучше. Блин, у меня сейчас мурашки пробежали, я его вспомнил. Это я со слезами его читал. Просто ты читаешь и понимаешь, сколько там сил во всем. Меня сейчас даже накроют. А у него еще это Ричард Бах, автор, у него еще есть «Иллюзия», у него еще есть несколько стильных произведений. Он сам летчик. И, кстати, я жил в двух штатах от него, он же в Сиэтле вроде живет. И типа он до 91 года летал, и у него несколько аварий было, и он это прям описывает в книгах. Ну, какой-то такой невероятной силой и энергией человек. И, конечно, произведения пропитаны этим тоже. Какие книги? А, кстати, есть еще, мы помнишь, дали задание, чтобы написали, с какого города, может быть, какой нишей занимается, может быть, мы ее выберем, да, и поможем как-то чисто хотя бы словом, делом, звонком людям. И еще можем разыграть книгу. Мне очень нравится книга, боюсь, как же его, Джо Диспенза «Развивай свой мозг». Вот Джо Диспенза крутой, да, промышление. Давай я вот разыграю, я хотел купить эту книгу, но посмотрел их, не было в книжных, на полке. Поэтому за самую лучшую какую-то, может быть, интересную идею. Давай, давай, круто. Сори. Я разыграю от себя эту книгу, то есть ты выберешь, либо мы там совместно выберем. И я отправлю эту книгу по почте. Супер, супер. И вообще можно взять за правило, мы сформируем какой-то лист, ну, я как бы веду заметку, я веду заметку и у себя формирую свой лист. Я бы что-то прикупал к себе. Да прокашляйся. В разговорах по душам случается всякое. Не, прям да. Вот. Все хорошо? Прекрасно. Мне просто, моя душа изнутри начинает плакать. И одновременно радоваться того, что мы делаем. Да. Ну, смотри, на самом деле можно брать с собой любимые книги и дарить в таких путешествиях. Прикольная идея. Но, кстати, да, можно как раз, когда мы будем делать вот этот такой брейншторм, когда мы будем собирать людей, приезжать в города, это было бы очень классно. Я даже от себя добавлю, я в Калифорнии познакомился с очень классным... Ты понимаешь вообще идею, насколько мне кажется надо раскрыть вообще смысл этой истории. Ты понимаешь, мы приезжаем в другой город, люди за бэкграундом и бесплатно помогаем людям. И пишем там видео. То есть это будет такой же формат разговор, чтобы местные жители послушали. И плюс еще и выставим так же, как и на мастерской душе, чтобы у всех была возможность посмотреть этот ролик. Допустим, мы можем какой-то список вопросов вообще, то есть в целом, да, то есть по очереди они будут говорить, чем бы они хотели бы заниматься. А мы прям будем в моменте штурмовать и накидывать идеи, как это можно будет реализовать, улучшая качество жизни этих людей и улучшая качество вообще в целом, то есть, ну, как бы рост города. Потому что вот этот импульс, который мы можем дать людям, они будут его передавать дальше. И это же, представляешь, это какое крутое, масштабное, опять же, кластер людей, которые развиваются не только в финансовом плане, в материальном, но еще и в неком таком духовном пространстве. Тогда смотри, подытоживая, я скажу, что вот из книг, вот как раз друг Андрея, он автор сборника сказок, рассказов и сказок древних словен. И я у него закажу несколько экземпляров, и у нас была такая традиция в путешествии где-то собираться утром за завтраком и читать одну из древних сказок с расшифровками. То есть вся базовая информация, которая от предков передавалась, это же вот как... Я тоже хочу такую книгу. Я обязательно тебе подарю ее. Это такая выжимка знаний многих поколений. И ты просто читаешь с расшифровкой, и ты понимаешь, вау, это же так просто. А ты знаешь, что там там поговорки дошли обрезанные, ты слышал? Нет. Вот, кстати, можно тоже найти. Это прям отдельная история есть. Конечно, перекинул людей там в другой канал. Я считаю, что нужно вообще делиться с такой полезной информацией. Я не помню, кстати, на самом деле, как канал. Я думаю, если на ютубе забить... Ну, скиньте мне ссылку, да, вот. Да-да-да, как обрезанные поговорки. Одна из них примерно так. Моя хат с краю. Да, то есть как в современном она интерпретируется. То, что это не мои дела, как занимаетесь сами, я тут вообще не при делах. А по факту она звучала так. Моя хат с краю до первого врага встречает. Потому что от города она находится дальше, и когда враг идет, она первого встретит врага. Понимаешь, насколько совершенно другой смысл у нее сразу появляется. А вопрос теперь, кто, да, и в угоду кому это все. Все делаю. Вот, это вообще отдельная история. Я, наверное, хочу еще раз напомнить, чтобы у людей было критическое мышление. И вот, когда я сказал, что есть книга «Кради как художника», что 98% информации не перепроверяется, это страшно. 2% людей только перепроверяет, пытаются найти источник. Хочу тебе скажу по поводу, вот когда я был как раз в Лос-Анджелесе, был шатдаун, это Л.А. закрыли на ковид, то есть вообще никого не было. Мне нравится, что Макс все время говорит с таким легким акцентом еще до сих пор. Слушай, я просто не знаю, какие, ну просто некоторые слова легче сказать на английском. То есть я уже привык, когда так говорить. И вопрос в том, что когда вот город закрыли, и люди даже не проверяли информацию, а реально стоит ли выходить на улицу, а реально нужно ли носить маски. То есть я такой думаю, я один имею критическое мышление, ну ладно, не я один, все эмигранты русскоязычные, которые также работали, город пустой, и я смотрю, работают только машины на доставку. Я такой, вау, то есть у этих людей есть что-то общее, критическое мышление. Они не поверили, как большинство людей в Америке такие, вау, прочитали статью, все, сегодня не выходим, сегодня закрыто, сегодня один едешь в машине и в маске. Да вообще просто такие. Типа эту тему можно разогнать и на плюс и минус, но в целом вот критическое мышление, это возможность просто использовать свой потенциал мозга, чтобы реально, а действительно ли все, что нам говорят, типа полезно для нас. Слушай, у меня на эту тему я прям буквально, так как у меня есть внутренний боль, я творческий человек, я иногда что-то выражаю в стихах. И один из таких стихов, сейчас, он называется «Глобалист». Кто-то играет в большую игру, окно Авертона нам открываем, мы как на пастбище, на огромном лугу в жизни свою увлеченно играем. Псевдо свободные, все разделенные, умы неокрепшие, все поглощают. Истина есть, но она ложью скована, и за собой не замечают. Как нас ведут всех на убой, подмена понятий и убеждений, начало гнить все в райском саду, Шекспир бы сказал, игрок этот гений. У власти есть отдел аналитики, в интернете сидят тролли и критики, окно Авертона нам открывая, в большую игру играть продолжая. Это как раз вот о том, что очень... Вау, да я тебе скажу, что как круто, можно этим вообще выпуск закончить, потому что это мастерская души, это мы начали со стихотворений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И выпуск получился космически, ты крутой. Ты лучший. Я очень рад, что у меня свела с тобой судьба. Увидимся.